Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем девятую главу книги пророка Захарии. С девятой главы начинается вторая часть книги этого пророка. По мнению множества экзегетов, эта книга написана другим автором и традиционно называется «Фтора Захарией». Рассказывается о событиях более позднего времени. Можно предположить, что это совпадает с эпохой Александра Македонского. Примерно в 333 году Александр Македонский завоевывает Сирию и Финикию, и отзвуки этих исторических событий находят отражение в этой книге. Но очень важно, пророк всегда не просто смотрит на события, окружающие его истории. Он вслушивается и пытается различить какую-то глубинную правду и глубинный смысл того, что происходит. Поэтому здесь ни разу не упоминается имя Александра Македонского или каких-то других конкретных царей-завоевателей. Но скорее мысли пророка устремлены в конечные времена, как мы говорим, в эсхатологическую перспективу. Таким образом, что все, что происходит на его глазах, становится лишь неким пророчеством о том, что совершится в конце времен. То, что совершает глубинную суть происходящего в этом мире. И прежде всего речь идет о восстановлении народа Божия, о пришествии нового царя. И, конечно, этому должна предшествовать победа над всеми врагами. Все, кто притесняет народ, должны быть разгромлены, уничтожены. И те, кто останется в живых, обратятся к Богу и станут частью народа Божия. Об этом говорится в книге пророка Захарии во второй части. Пророческое слово от Господа против земли Хадраха, оно касается и Дамаска, так как на Господа смотрят все люди и все роды Израиля. Касается и Хамата, который граничит с Дамаском, и Тира с Сидоном, хотя они так мудры. Тир себе выстроил крепость, накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи. Итак, если не торопясь вчитаться в эти слова, то вырисовывается достаточно яркая картина. Нужно привыкнуть к тому, что в значительной части Библии написано как поэтическое произведение, поэтому это стихи, и некоторые слова опущены, некоторые образы настолько потрясают наше воображение, некоторые образы становятся малопонятными, поэтому внимательно нужно вчитаться каждый раз. Прежде всего, в первом стихе этой главы, как будто заглавие новой книги, пророческое слово от Господа. В действительности здесь употребляется очень конкретный образ бремени. Еврейское слово, которое здесь обозначается как предсказание, это некое бремя. И мы здесь можем легко себе представить некую весомость того слова, которое здесь возвышается. И одновременно это слово суда, поэтому его тяжело слышать. Одновременно это слово предостережение. И слово утешение для тех, кто его носит в себе, это слово, которое его возвышает над другими народами. Имена городов, которые здесь упоминаются, некоторые исторические, конкретные, некоторые будут символические. Например, земля Хадрах, никто не знает конкретно, что это. Скорее всего, это территория Сирии или каких-то прилегающих территорий к северу от земли Израиля. Это образ языческих врагов. Некоторые исследователи думают, что это обозначение в целом Персидской империи. Но столицей этой земли является Дамаск, ее оплотом, ее гордыней. И пророк напоминает, что да, какими бы великими ни были эти языческие народы, но не нужно забывать, что вся земля принадлежит Богу. И все, что живет на этой земле, все люди, все народы обращают свой взор к Богу. Все принадлежит Ему. Здесь образ Тира и Сидона. Это митрополии финикийского царства, которые славились своим богатством. Тир действительно себе построил крепость на островной части, поэтому это была неприступная крепость. Например, когда Новохудоносор захотел захватить этот город, на это ушло 13 лет осады. Можно себе представить, насколько это был неприступный город, и поэтому в нем процветала торговля, его никто не грабил. И за долгие-долгие годы здесь накопилось серебра, как пыли, золото, как уличной грязи. Вот образ богатства, которое приводит к гордыне жителей этого города. «Но Господь отнимет у них добро, низверкнет в море его богатство, а сам он сгорит дотла». Фактически здесь пророчествуется о том, что придет царь, который будет оружием в руках бога, и он отнимет все богатства и разгромит войско Тира на море, и город будет предан огню. Ашкелон увидит и устрашится, буквально вздрогнет. «Сожмется от страха газа, и Экрон вместе с ними, погибла их надежда. Не станет в газе царя, а Ашкелон опустеет, не будет полей в нем обитатель». Ну вот другие города. И перечисление этих городов фактически совпадает с маршрутом военных походов Александра Македонского. И что же будет с этими языческими странами, этими городами, которые в прошлом были такими богатыми, такими славными и гордились собой? Видите, они будут дрожать, буквально биться в конвульсиях от того, что с ними будет происходить, потому что фактически это будет суд Господень над ними. Ваш доди поселятся чужестранцы, пришельцы, люди всех народов займут эту землю. Я сломлю гордость филистимлен, собью их с песь. Если не торопясь вспомнить историю народа Израиля, то, например, царь Давид, когда он завоевал Иерусалим, этот город принадлежал Иевусеям, и Давид не стал уничтожать коренное население, он их оставил, и эти люди ассимилировали, они инкорпорировались и стали частью народа Израиля. Вот точно так же язычники, которые упорствуют в своем идолослужении, они будут уничтожены. Вот эти образы запретной пищи, то есть идоложертвенного мяса, который является мерзостью в глазах Бога, это образ вот этих упорствующих язычников, которые погибнут, а те, кто останется в живых, они обратятся в веру, будут поклоняться истинному Богу и станут частью народа Божия. «Свой дом окружу я охранным дозором». Слово «дом» — это то же самое слово, что «храм», и поэтому мы здесь видим образ Иерусалимского храма, вокруг которого Господь встанет станом, разобьет военный лагерь для того, чтобы его охранять. От кого? От грабителей, то есть от всех разбойников, проходимцев, которые будут совершать набеги. «Никакой обидчик, никакой угнетатель, никакой тиран впредь не посмеет напасть на Иерусалим, ведь ныне я сам на страже его». Ну и буквально текст говорит «я с него не свожу своих глаз». Господь всегда видит Иерусалим, а когда Господь видит, то означает, что Он защищает. И дальше пророк обращается с великолепным гимном, который может стать молитвой и богослужебным гимном к Иерусалимскому храму, к жителям Иерусалима. Здесь употребляется такое выражение «дочь Сиона», «дочь Иерусалима». На самом деле здесь нет никаких дочерей, а есть и жители Иерусалима. Поскольку слово «Иерусалим» и слово «Сион» женского рода, то поэтому те, кто в нем живут, они не сыновья, а не дочери, жители Иерусалима. «Возликуй великим ликованием, дочь Сиона, кричи от радости, дочь Иерусалима». Здесь замечательный пример того, как поэтический язык всегда изобилует параллелизмами. То есть то, что говорится в первой строке, повторяется другими словами, другими образами во второй стихе. И это нам позволяет точно понять смысл некоторых слов, которые, может быть, остались непонятными. Потому что пророк дважды говорит о чем-то важном. Во-первых, образ ликования и торжества. И, конечно, здесь употребляется очень яркий образ рукоплескания. Точно так же, когда нас накрывает радость и воодушевление, если мы находимся в окружении друзей или толпы торжествующих, ликующих людей, то вот эти овации рукоплескания. Кому же рукоплескует дочери Сиона и Иерусалима? Они видят царя, который входит с победой в свой город. «Вот царь твой идет к тебе, смотри, праведный, спаситель, кроткий, верхом на ослице и на осьленке сыне под еремной». Эти слова мы услышим в Новом Завете. это пророчество в конечном счете исполнится именно в личности Иисуса Христа. И для евангелистов эта цитата древнего пророка станет подтверждением того, кто в действительности есть Иисус Христос. Он царь Мессия, обещанный Богом данный царь. И его отличают такие замечательные качества. Во-первых, он праведный. Он будет судить по правде, и его царство будет царством справедливости. И сам по себе он праведный, простой. Он спаситель, он искупитель. Тот, кто выкупает из рабства свой народ. И в этом состоит его победа. Он кроткий. С одной стороны, это образ человека, который незнатного происхождения или внешне, может быть, не совсем привлекательный. Но одновременно это и образ страдающего, бедствующего Мессии, который будет распят и умрет мучительной смертью, и затем воскреснет. Но внешне он кроткий. Поэтому его сила именно в кротости. Не в боевых доспехах, не в хитрости и лукавстве, а именно в кротости. И этот образ ослика и ослицы, конечно, это мирное животное, которым не пользуются ни цари, ни знатные люди. Они пользуются конями. Но смиренные люди пользуются именно осликом. И по древним обычаям, когда царь входил в город, на ослике это означало, что он пришел не с боевыми действиями, а это царь мира. Он пришел с вестью о мире, что составляет суть Евангелия и суть Нового Завета. Тем не менее, этот царь победитель. Он истребит колесницы в Ефреме и коней боевых в Иерусалиме, и лук боевой будет сломан. Но это победитель, который уничтожает оружие, потому что он будет править оружием мира. Поэтому боевые колесницы не нужны, кони не нужны, и даже лук боевой тоже не нужен. И поэтому все это будет уничтожено для того, чтобы везде воцарился мир. Он возвестит мир всем народам. Его владычество, его царство будет простираться от моря и до моря, то есть от Средиземного до мертвого моря, от реки Ефрата до концов земли. Что до тебя, то кровью моего завета, с тобой скрепленного, я освобожу твоих пленников из безводного рва. Здесь содержится обетование о том, что все, кто находится в ссылке, в Вавилонском плену, в изгнании, в рассеянии, вдали от Родины, вернуться обратно, потому что Господь о них помнит, Господь остается верным своему завету, и ради этого завета все будет восстановлено. Образ безводного рва – это образ резервуаров, таких высохших колодцев, и когда в них нет воды, то они используются как тюрьма. В них действительно содержится, как в карцере пленники, поэтому образ Бога – освободитель, который вернет всех пленников в родную страну. Но для этого тоже народ должен услышать зов, должен покаяться, обратиться своим сердцем. И поэтому пророк дальше призывает, возвращайтесь в свою крепость. Что является крепостью? С одной стороны, это стены Иерусалима, где находится храм, укрепленный город, столица, мессианского царства. Но одновременно в псалмах мы знаем Господь – крепость моя, наше прибежище в Боге. Поэтому возвращайтесь в свою крепость. Замечательный поэтический образ покаяния. Своё сердце верните Богу. Узники надежды. Замечательные выражения. Мы привыкли к тому, что есть выражение «узники совести». Здесь узники надежды. Те, кто находятся в ссылке, для кого всё давно закончено, покончено. Но в сердце теплится надежда. «Сегодня я возвещаю, что воздам тебе, возмещу вдвое всё, что ты потерял». И дальше содержится пророчество и обетование о том, что в руках Бога народ Божий станет народным победителем. И здесь употребляются образы воинской славы. «Я натяну лук свой». Этим луком будет Иуда. «Я стрелой положу Ефрема». Вместо стрелы в этот лук я вложу народ Северного Царства. «Я подниму твоих сыновей Сион». Замечательный образ, потому что он отзывается со словом «воскресенье». «Я разбужу, я воскрешу твоих детей, твоих сыновей Сион». «Против твоих сыновей Греция, Яван. И буду воевать тобой или словно мечом воина». Таким образом, народ, который был угнетён, и, может быть, дух мужества в нём угас, Господь его воскресит, разбудит настолько, что этот народ одержит победу над своими врагами. Поскольку, вероятно, это как-то совпадает с эпохой Александра Македонского, то здесь упоминается образ Ивана, то есть образ эллинов, греков. «Тогда будет виден над ними Господь». Тогда Господь явится в выси небесной «И сверкнёт его стрела, словно молния. И рок затрубит, Владыка Господь будет идти в южных бурях». Здесь, конечно, грандиозная картина. Сверкают молнии, и это явление Бога посреди грома, молний. И этот звук громов, это как рок победителя, но потребляется слово «шафар», которое потребляется во время праздников Господних. И южные ветра, южные бури — это сильные ураганы, которые опустошают святую землю. Именно в этих бурях посреди них будет идти Господь-победитель. Господь сил их защитит, и они одолеют и истребят прачников. Они напьются крови и будут шуметь, как опьянённые от вина. Они наполнятся кровью врагов, словно чаши, из которых кропят углы, жертвенника. Очень необычные, странные образы. И у современного человека с нашим, может быть, немножко не совсем традиционным сознанием возникает, прежде всего, вопрос, разве можно этим хвалиться, тем, что ты проливаешь чужую кровь? Во-первых, нужно понимать, что речь идёт о древних авторах и древних образах победы. В этом нет никакой перверсии, нет никакого извращения. Это просто образ победы. Этот народ, победитель, превратит своих врагов в камни, из которых стреляют из прощи. Кровь, пролитая врагами, это не означает, что кто-то будет кровожадно пить её. Это просто победа. И потоки крови врагов наполнят землю. И вот этот образ как полная чаша. Или люди, опьянённые победой, они как опьянённые вином. Господь их Бог спасёт в тот день. Ведь они овцы его стада. Они как драгоценные камни в венце будут сверкать на его земле. Потрясающие образы их нужно услышать, потому что с одной стороны есть эти камни, которыми стреляют из прощей, такие простые булыжники, это язычники. Но по сравнению с ними народ Израиля это как драгоценные камни. Понятно, что драгоценными камнями не разбрасываются, и они будут расселены по земле святой. Как в царской диадеме драгоценные камни будут расположены один к другому, так, что образуют некое единое целое. Не в каком-то хаотическом порядке, а как единое гармонично прекрасное целое. Но самое главное, что в глазах их Бога они абсолютной драгоценности. И завершается очень поэтически странным и не совсем понятным для нас, непривычным для нас образом. Как прекрасные и как хороши они будут. От зерна расцветут юноши, а девушки от молодого вина. Другой вариант перевода этих стихов, просто чтобы увидеть этот образ. Важно не столько понимать каждое слово по отдельности, а увидеть в целом картину образ процветания. Мы увидели землю, которая будет усеяна драгоценными камнями, любимыми сыновьями, дочерями, и эта земля превратится в царскую диадему. Итак, как это будет прекрасно, и как это будет счастье, добро. пшеница пшеница юношей и молодое вино, которое бродит в девушках. Юноши наполнятся силой, нальются силой, как зерно наливается силой, а девушки будут как молодое вино, которое веселит сердце человека, которое создает праздник. Вот такими необычными и великолепными образами пророк Захария рисует будущее, которое ожидает народ, при этом та реальность, которая окружает пророка, совсем не обещает ничего хорошего. Народом по-прежнему правят чужестранцы, народ в угнетении, но до тех пор, пока жива надежда, Господь может совершить для своего народа самые неслыханные и чудесные. На портале Экзогеатру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.